Итак, всем привет, с вами ТопГай, и сегодня будет неожиданный контент. Это обзор микрофона. Прислала мне компания FIFI вот такой микрофон. Давайте поэтому откроем посылочку, посмотрим, что у нас тут внутри. На коробке перечислено всё, что имеется непосредственно в коробке. Запаковано всё очень хорошо. Хочу отдельно отметить, что сама коробка шла аж в целых трёх пакетах, каждый из которых подготовлен для перевозки, то есть имеет такие воздушные небольшие пузырёчки. Если вы понимаете, о чём это вы понимаете, если нет, то это те самые антистресс-пузырёчки, которые вы лопаете. Тут надо непосредственно понимать, что ко мне посылка ехала из Китая. Если она будет ехать не из Китая, скорее всего, упаковка может отличаться, но подход мне очень нравится, поскольку я действительно была достаточно в целостности. А ещё мне туда подарили кепку. За это отдельное спасибо. И как вы можете видеть, сначала у меня сборка не совсем задалась, я вставил его не той стороной, потом решил всё-таки почитать инструкцию, вещь всё-таки полезная, и понял свою ошибку. Пришлось раскручивать и вставлять наоборот. Также к комплекте идут стойка, поп-фильтр, а также противоударный держатель, чтобы микрофон не трясся и не искажал немножко звук. То есть комплектация неплохая, достал всё, и уже можно с ним стримить, играть или работать, смотря что вам надо. В теории, конечно, к нему можно было бы ещё докупить пантограф, но это вопрос удобства, лично я себе ещё докупил. Можно и без него использовать микрофон. Тут уже вкусовщина, и, конечно, пантограф тоже стоит некоторых денег, хоть они слишком больших, если он не какой-то супер-пупер навороченный. Ну и вот, закручиваем микрофон уже к правильной стороне, я понял, что проще закручивать не микрофон в стойку, а стойку в микрофон, но это уже другая история. И вот, убедившись, что микрофон в порядке, мы его хорошо установили, можем ставить туда поп-фильтр. В этот раз я решил всё-таки перепроверить себя в инструкции и поставить поп-фильтр куда надо. На всякий случай осматриваем микрофон, чтобы убедиться, что мы его точно собрали правильно. И опять-таки, немножко не с первой попытки, но мы успешно это вставляем. Он установлен, и микрофон готов к использованию. Давайте попробуем его на практике. Итак, перейдём к самому микрофону. Сейчас пока что я его не подключил. Вы слышите меня с моего обычного микрофона, он находится вот здесь, вне камеры. Он тоже, кстати говоря, файфайна. Давайте посмотрим, что есть в этом микрофоне. Итак, у нас есть кнопка включения-выключения. Невероятно удобная, я ей постоянно пользуюсь на своём микрофоне. Есть также RGB-подсветка, которая и показывает, он сейчас включен или выключен. В целом, RGB-подсветка не суперполезная, но ночью и вечером, когда освещение мало, по крайней мере, если вы играете без света, как и я, или чем вы ещё можете там заниматься ночью, каждый небольшой источник света очень полезен и не создаёт слишком много освещения. То есть, как раз то, что нужно. Далее, снизу имеется регулятор громкости. То есть, можно делать себя потише, погромче, прямо на микрофоне. Опять-таки, это очень удобно. Я тоже очень часто пользуюсь. В принципе, вы можете замутить себя тут, замутить себя тут, и быть точно уверенным, что вы полностью замучены. На этом, потому что есть внешний микрофон, мы закончили. Давайте перейдём к тестам самого звука. Замечу, что я пользуюсь фильтрами в OBS. Я пользуюсь также RTX Voice, чтобы у меня не было никаких шумов на фоне, чтобы звук был чётче и лучше, не слишком громкий, не слишком тихий. Давайте сравним мой текущий микрофон и присланный микрофон. И вы скажете, какой лучше. Потому что мне самому это также очень интересно. Я тоже сейчас буду потом прослушивать и сравнивать. Сколько большая разница, после записи я уже узнаю, вы тоже узнаете и можете дать мне в комментариях узнать. Также немаловажно, здесь есть POPE-фильтр, так как микрофон как раз-таки звук берёт направленно вот отсюда. POPE-фильтр — это полезная тема и тоже очень нужен, иначе его пришлось бы отдельно покупать. В крайней мере, если вы не хотите, чтобы были какие-то плохие звуки в вашей речи на записи. Можем посмотреть, как он работает с уменьшением звука. Как видите, слышите... Как бы было неслышно абсолютно. Возвращаем звук. Полностью звук. Так как у меня в OBS есть специальные фильтры, которые слишком громкий звук. Он чуть-чуть уменьшает. Вы не слышите, скорее всего, меня слишком громким. Теперь давайте потестируем звук в более естественных условиях. Будем играть в игру. Запустил я CD Skylines. Просто почились поиграть чуть-чуть. Слушайте вы, насколько слышно, клавиатуру, мышку. Насколько хорошо слышно меня. Я сижу, в принципе, как обычно. За, в общем-то, геймплеем тоже, как слышно. У нас тут небольшой городок играли. Мы в него на субботе, в аукционе. В общем, если там не были, заходите, периодически они проходят. Пытаюсь здесь как-как решить проблему с трафиком. Вроде как у меня это более-менее получилось. Я подумал, что кольцевые вроде как неплохо, хотя у меня здесь нету технически. Это все еще не кольцевая, но ладно. И как-то параллель мы вот так вот строим, чтобы не настакивать слишком много промышленности в одной территории. Плюс я позже это сделаю для промышленности. Метеорологи, вы создаваете дождь в дождь для следующих дней. Параллельно с этим делаю вот сюда потихоньку проход, чтобы промышленность... ...сама могла закупаться, не пользуясь обычными дорогами. И мне, конечно, не везет, начинается сразу здесь какая-то проблема в городе. И шторм прошел, город выжил. Только, да, небольшие проблемы с деревьями. Они у нас теперь горят. Но это проблема деревьев, а не наша, верно? Также я понял, что наш город приносит слишком мало доходов. А значит, что нужно повысить налоги. Мне кажется, немножко побухтят, но затерпят. У нас жители хорошие, 5 нормальные. Также я попробую сейчас сделать рыболовецкие пути и ловить рыбу. Обычно я такого не делал. Давайте попробуем. Такой какой-то казуальный околокут. Посмотрим, может это приносит нормальные деньги в отриле. И как ни странно, я почти идеально рассчитал. Вот они где-то здесь загружаются на 100%. Да, то есть первый раз я использовал эту механику и чуть-чуть совсем сделал пути побольше, чем надо. Но они доезжают, когда доделали все, так что отлично. На свой вылапнулся город. Теперь мы можем купить еще одну клетку. И то, что я хотел сделать как раз таки, то есть вывести промышленные районы на свой собственный маршрут. Мы сейчас и сделаем вот сюда. Правда, вот здесь вот поставим тройную транспортную развязку, поэтому временно абсолютно полностью сносим здесь с дороги. Мы их еще чуть попозже добавим сюда. И сейчас нужно все немножко перестроиться и соединить. Ну и нечто такое у нас получается. Здесь такое кольцо. Здесь развязка. Я не супер доволен тем, как это выглядит, но свою роль, я думаю, она будет выполнять нормально. Вот у нас уже первая фура, первый грузовик. Поехал. Вывозить какие-то товары. Отлично. Это должно разгрузить вот эти вот все направления. Ну и так как жилых мест у нас не хватает, будем, наверное, придерживаться той же идеи. Здесь у нас будет промышленность, а здесь у нас будет жилье плюс торговые какие-то места. Мы будем постараться как-то вот так, чтобы они все выходили на вот эту вот кольцевую. В теории, это должно чуть-чуть упростить нашу здесь жизнь. На практике, скорее всего, это создаст просто проблемы другого типа, другого характера. Такие расширения приводят к тому, что нам нужна электроэнергия. Добавим еще побольше. Так, меньше урон экологии. Вырабатывает ли она больше электричества? Не совсем, не совсем. Выгоднее, наверное, все еще построить просто две вот эти. Да. Как бы грязь, да, ну, нам-то какое дело. Главное, что у людей будет электричество. И нам уже пора строить кладбище. Построим ее около промышленного района. Тут земля уже такая удобрена всеми химикатами. Отлично. Говорится, разлагаться тупо лишнего не будут. То, что надо для кладбища. Самое главное, что меня очень радует, что пить с трафиком проблем практически нету. Как-то пока что все выходит неплохо. Перерабатывающую промышленность мусора тоже буду ставить как-то параллельно, чтобы они не ездили для всей одной точки. Обычно я такую ошибку делал. Но по факту надо делать как-то все распределенно, чтобы люди не ездили слишком много в одними и те же места. Начинаем мы нашу лесную промышленность. У нас есть такие ресурсы, как лес. Надо его, конечно же, использовать, пилить, делать за это деньги. Используем экономику Европы-194. Воплачиваем займ, который там еще небольшой остался. Чтобы взять новый займ и построить мусоровозы. Да. С мусором проблема, потому что наш город растет очень быстро. Вот если посмотреть на прибыльность рыбы, и да, рыба действительно прибыльна. Конечно, дерево тоже, наверное, сейчас будет прибыльным, мы просто не видим. Но вон, вы видели, 320 было. Но здесь есть момент до того, как они продадут, мне пишется, какие доходы, только расходы. Здесь тоже самое, они еще не успели на продавать. Но в целом, по ощущения, рыба действительно неплохая. Можно, наверное, даже попробовать еще побольше сделать здесь, по самой реке рыбных станций. Ну, это город начинает расти уже слишком быстро. Падает количество воды, входимой. И периодически начинает теперь подстраивать электроэнергию. Темпы роста пошли, ну, уж очень-очень быстро. А это значит, что количество производимой кока-холды увеличится. Акции точно скоро вырастут. У конец этого я, кстати, вспомнил, что да, давайте сделаем еще одно рыбное хозяйство, почему бы нет. Там где-то вдалеке мы можем наблюдать круизный лайнер, который думает, блин, какой здесь интересный запах у этого города. Почему они не знают, а мы им не скажем. Ну и ладно, наш город увеличился уже практически в два раза. На этом моменте можно подзавершить нашу небольшую геймплейную часть. Я думаю, материала достаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы. Что и поздравляют. Я согласен, спасибо. Давайте лишь сделаем выводы по микрофону. Я немного подслушал, как я звучу на микрофоне. По-моему, примерно точно так же. Звук достаточно хороший, мне, по крайней мере, нравится. Я бы сказал, что в своей ценовой категории микрофон действительно неплох. Особенно мне нравится из мелочей это включение-выключение его по кнопке. Это невероятно удобно. Как и регуляция звука, как и RGB-подсветка по вечерам. Ну и в принципе с RGB-подсветкой очень сразу хорошо видно, он включен или выключен. Если вы ищете микрофон за нормальную цену, при этом хорошим качеством, то этот микрофон вам подойдет. И можно как и записывать, как и стримить, так и просто играть самому, чтобы вас нормально слышали в играх. С вами был Топ Гай. На этом наш обзор закончен. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Триджескрутбусте в описании. До скорых встреч. Всем пока.